Так, Мирусик, не мешай. И снова здравствуйте, мои друзья и родственники. Сегодня у нас состоится полет... Что «э»? Сегодня у нас состоится полет в Волкоградск. Так, и традиционная телепортация. Ну все, собственно, мы в Волгограде. Вот у нас тут аэропорт. Мира бегает. Прилетели. Мы в Волгограде. Направляемся в сторону родины-матери, если ветер не будет мешать. Погодка замечательная. Я уже с утра успел немножко погулять. Хотел попытаться стадион снять сверху. Но тут бесполетная зона. Ну, кое-что поснимал. Итак, утро. Точнее, 7 утра. Я проснулся что-то пораньше. Здесь мы территориально находимся. Рядом с Мамаевым курганом. И рядом с новым стадионом. Который к чемпионату мира был построен. Вот. Я решил немножко вылезти, поснимать. А вот и первая проблема, с чем я столкнулся. Около стадиона бесполетная зона обозначена. То есть на квадрокоптере здесь не полетаешь. А так сейчас попробую забуриться в ЦПКО. В Центральном парке культуры и отдыха. И оттуда взлететь. Субтитры сделал DimaTorzok. Немножко полетал тут в окрестностях. Вчера еще заметил около аэропорта такую плитку. И здесь тоже так же. Двадцать пять лет гарантия. Вот такую гарантию дают в Волгограде на плитку. Берите пример. Другие города. И так же снял квартиру, в которой мы поселились. Экспресс-обзор квартиры, которую мы сняли. Две тысячи рублей она стоила. Проспект Ленина, 72Б. Вот коридорчик тут такой. Ну и сразу же, что мы видим? Ванный туалет. Вот. Достаточно просторно тут. Машинка стиральная. Ванна и фен. Пойдем направо. Здесь комната такая. Спальня. Здесь вид во двор. Кстати, вон там плохо видно стадион. А в другую сторону, если идти, то здесь кухня. Вот такая кухня. Кухня-комната. Здесь вот такой остров. С плитой. Микроволновочка. Телек. Настя с мелкой. И здесь видно уже отсюда родину-мать даже. То есть она тут недалеко. Вот. Вот такую квартиру мы сняли. Ну а сейчас идем к родине-матери. Мы у подножья Мамаева кургана. Вон там виден меч родины-матери. И, как я уже прочитал, здесь значит 200 ступенек по количеству дней, сколько провел в осаде Сталинград. Ну а вот и основные памятники этого комплекса. Подъем наш, чувствую, будет небыстрый. Поднялись повыше, не без труда. И уже виден Волгоград немножко сверху. Волга. Такие эпичные барельефы здесь. Я так понимаю, мы прошли только полпути. Какие-то звуки оттуда исходят. Продолжаем подниматься. Ух тыж тут. А это все погибшие или захороненные, наверное, на Мамаевом кургане. Потому что захоронено здесь около 30 тысяч советских солдат. Так что, можно сказать, весь этот курган это и одна большая могила. Солдатик подправил другому солдатику костюмчик. Бережно. По-второму поможет. Оп, поровней. Бедные, как они так стоят вообще? Далее вот такой подъем уже. Не ступеньки, а так приближаемся. Ну все, мы добрались. Вот такой вот монумент. Конечно, стоит здесь побывать. Шикарный вид открывается на Волгоград. Место заряженное силой. 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 Хорошо. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом с родиной и матерью тут вот такой храм какой-то и колокольня. Я немножко полетал вокруг и чуть не врезался в меч. Было бы эпично разбиться, а бродину мать. Смена караула. Ну все, нагулялись, спускаемся вниз. Короче, всем советую. Прекрасный вид, красивая архитектура. Ну все, почти спустились. Следуем ближе к центру города. Вот этот вот парк при Мамаевом кургане. Вот здесь аллея России и здесь посажены деревья. И каждое дерево представляет какую-то... Вот Чеченская республика, к примеру. Вот Алтайский край. То есть вся-вся аллея – это здесь регионы Российской Федерации. Что примечательно, Санкт-Петербург в таком миниатюрном болотце. А Тверская область тоже в болотце. Мирка у нас немножко уснула. Идем в Центральный парк культуры и отдыха, в котором я сегодня уже был с утра. Решили по нему прогуляться. Вот колесо. Фонари впереди прикольные. Ну, летом, наверное, тут фонтанчики работают, жарища. А у нас прохладненько. Вот где эти все красивые фонари, фонтаны. Все вот это называется парк «Дружба» и «Волгоград-Баху». Сразу рядом с парком торговый центр. И здесь где-то проспект Ленина, основная улица. Название такое интересное. Пу-ты-м. Вот вдалеке виднеется проспект Ленина. Одна из основных улиц Волгограда. Чем примечателен Волгоград? Что у него есть очень интересная система трамвайная, которая вроде как метро, но только там в метро трамваи фигачат. Метро трамвай называется. Вот полотно трамвайное идет, идет, идет и уходит в туннель. Я думаю, мы еще прокатимся. Пока идем, периодически на балконах видим вот такие советские флаги. Итак, дорогие друзья, мы находимся уже на площади Ленина. Вот скоростной трамвай, станция Площадь Ленина. Я думаю, мы точно покатаемся там, но не сейчас. Сейчас вот мы просто погуляем по площади и посмотрим, здесь есть офигенные достопримечательности. Володька стоит и вот такая тут колоннада. За вот этой колоннадой находится дом Павлова. Ну, я покажу. Здание мельницы. Единственное здание, которое осталось, выстояло после атаки фашистов. Вот оно как памятник стоит и, кстати, потихонечку разрушается. Следует его, конечно, накрыть каким-то стеклянным куполом. Но сначала мы еще подойдем к дому Павлова. А, вот тут написано. Немориальности обустроены комсомольцем молодежи города-герои. Вот такой интересный памятник. Ну, вот, собственно, мельница. Вот так она пострадала во время войны, но выстояла и теперь является памятником. Ну, и, конечно, известный всем фонтан. Везде можно его на фотках увидеть. Он реконструирован. Вот примерно такой кусочек, как выглядел Сталинград. И тут же рядом выставка техники. Знаменитая Катюша. Кстати, совершенно недавно, неделю назад, у вот этой вот мельницы рухнул один из пролетов. Так что это повод быстрее приехать в Волгоград, посмотреть, пока она полностью не развалилась. Все-таки погода, дожди, ветра вносят свои коррективы. Я хочу на самую последнюю пушку залить. Ну, а это диорама сталинградская. Но мы туда не пойдем. К сожалению, у нас не особо много времени. Мы всего лишь на один день приехали. Будем дальше гулять. Решили все-таки вдоль диорамы прогуляться. И тут за ней очень классный вид на Волгу. Тут уже набережная. Немножко я перепутал. Не диорама, это в Севастополе диорама, а панорама. Вход где-то внизу. Спустились на набережную. И вход в панораму вот здесь, внизу. Ну, вот я зашел туда в холл. Повторяю, нам особо некогда сюда заходить, тем более мелкая спит. Девушка. А, девушка? Что надо? Практически, как в Белграде. Сидишь, смотришь. Снова углубляемся в город. Снова мы вышли на проспект Ленина. И здесь вот очень интересная такая пешеходная зона посередине. Вот прям вот очень напоминает, как в Евпатории. Планетарий. Мирусик проснусь. Чего? Что вы хотите сказать? Так как Сталинград был полностью разрушен, везде прослеживаются сталинские дома. Классный балкон. Выходишь такой фаааааааааа. И пошел на работу. Комсомольская улица. Идем к вокзалу. Дошли до привокзальной площади. Красивое здание. Сама площадь. И вот здесь, опять же, фонтан. Думаю, многие видели, наверное, разрушенный Сталинград и вот этот вот фонтан. Ну, а вот вокзал. К сожалению, несколько лет назад здесь был теракт. Очень сильно жахнуло. Интересная карта здесь такая, исторические места Волгограда. Вот как можно было ее так расположить, прям вот четко за березой. Либо она, конечно, была, наверное, березка была маленькая, когда эту карту делали. Но летом, я думаю, вообще тут ничего не увидишь. Теперь минутка королей маркетинга. Кебабник. И немножко сексистское такое название, я бы сказал. Двигаем в сторону аллеи героев. Вот аллея героев. Если по ней идти, то придешь прямо к набережной. Как гремучая Ива из Гарри Поттера. Вспомнил я про этот тополь. Прошедший войну, обстрелянный, в осколках он должен быть. Но он прошел войну и выстоял. Ну, одиночные пикеты у нас разрешены, кстати, в стране. Непривычно видеть вместе со снегом южные тополя. Представляю, как тут летом жарко, но сейчас здесь снег. Зарулили похавать в додо-пиццу. Собственно, чек на экране. Вот, идем дальше по аллеи героев гулять. Вот оттуда мы пришли от вокзала. И вот туда мы приходим. Уже спускаемся к Волге. Такой вот был тут фонтан раньше. Но он то ли законсервирован на зиму, то ли просто закрыт. Снова мы у берегов Волги. Тут уже основные места мы уже прошли. И начинаем просто шастать по набережной. Сегодня суббота. Немало гуляющего народа. Мирусь, а что это ты набрала здесь? Шишек. О, сколько у тебя шишек. Это мне? Да. Очередная развлекуха. Дошли мы до конца набережной. И сейчас, надеюсь, у нас получится прокатиться на подземном трамвае. Старинные троллейбусы, маршрутки Газели. Мы попали в прошлое. Так мы подошли к станции Пионерская. Скоростной трамвай написано. Визуально выглядит, ну, как метро. Такое мини-метро. Приходится немножко пешком идти. Почему-то эскалатор только поднимает. Вот, собственно говоря, станция. Выглядит все это вот так. Вот на соседнюю линию прибыл трамвай и отправился. Оплата производится внутри, но мы пока не знаем как. Мы ждем своего трамвая. О, у нас новенький. Вот, стадион идет. Следующая станция. Площадь Ленина. Станция Комсомольская. Вообще как метрошная прям. Один в один. Площадь Ленина. Мало чем отличается от какой-нибудь проспект большевиков. Чувак, на нас пялись, как на дебилов. Хотя, всю дорогу. Во. Оба-на. Крутяк, мы выехали наверх. Нам выходить. Ну, что, короче, мы доехали на экологичном транспорте. Тут написано метро-электро-транс. Метро. Цена 25 рублей. Очень необычное метро в Волгограде. Одно из самых необычных мы видели только в Белграде. Угулялись в хлам. Так что, наверное, сейчас двинем уже домой. Смотреть, как играет сборная России со словаками или словенцами. Да простят они меня. Ну все, прибыли домой. Футбольчик у нас тут Россия играет. Со словенией. Будем отдыхать. До завтра. Мастера парковки. Так у нас заключительный день в Волгограде. Немножечко погуляем. И уже скоро в аэропорт. Вот такой вот Волгоград спальный район. Немножечко присутствует холмистость. О, что это за трубка? Бумбуберщик какой-то. Здесь дома хоббитов. Напоминает все это Советский Союз. Очень экстремальный спуск для колясок и инвалидов. Если кто-то отсюда попытается съехать на коляске, это будет полный трэш. Еще и с трамплинами. Кругом лестницы. Там вдалеке виден горизонт. Там, где Волга. Грач. Мы тут, походу, забрались на самый высокий холм. Отсюда хорошо видно вокзал. Ну и вообще, видок открывается. Раритетная советская вывеска. Четвертое отделение связи. Вокзал с обратной стороны. Ветрище у нас тут, пылище. Сейчас прогуляемся немножко и уже в аэропорт. Вокзал этот можно почилить. Отдохнуть, посидеть, покачаться на качельке. Мальчики уже устали. Ну все, мы в аэропорту. Уважаемые пассажиры, авиакомпания Аэрофлот продолжает посадку пассажиров. Москва уже не летит. Выход на посадку на Университет. Ну вот, собственно, аэропорт Волгограда. Небольшой такой. Вот такой аэропорт. Зарулили в столовку местную. Оказалось, тут обдираловка. Вот это все фигня. Плюс сосиска в тесте. 1600 вышло. Вообще жесть. Шух, в телепорт. Ну все, здравствуй, Питер. Короче говоря, все, прилетели. Путешествуйте. Больше, чаще. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!